День знаний в музыкальной школе Приходят жалуются о том, что в выходные дни, в субботу и в воскресенье На нашей городской площади после 22 часов Были громкие крики, нарушения тишины и спокойствия Очередная административная комиссия На машине были задержаны в каком-то состоянии? Пьяным? Задержан угонщик неисправного авто Сводка криминальной обстановки в городе В День знаний в школы Смоленской области пришли почти 90 тысяч детей Из них около 10 тысяч – это первоклассники Свои двери для учеников распахнули 375 школ На подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году Из бюджетов всех уровней было выделено около 90 миллионов рублей В школах проведен ремонт и обновлена материально-техническая база В Рославле школа номер один имени героя Советского Союза Ефима Стерина Встретила новый учебный год новосельем Помещение ранее принадлежало сельскохозяйственному колледжу Напомним, что старейшее учебное заведение Рославля Рославля располагалось в здании, построенном в середине 19 века Там не было спортивного, актового залов и пищеблока Дети учились в две смены Поздравить с новосельем учеников и педагогов образовательного учреждения Прибыл губернатор области Алексей Островский Именно благодаря ему у школы появилось новое здание Музыкальная школа Десногорска, которая носит имя прославленного земляка Михаила Ивановича Глинки, 1 сентября встретила своих учеников На торжественной линейке, посвященной Дню Знаний, побывала наша съемочная группа Всех учеников с праздником поздравили глава Десногорска Андрей Шубин И председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Светлана Головачева В этом году пришло в школу 64 юных музыканта Мы очень рады видеть детей в нашей школе И к нам идет очень много детей К сожалению, мы даже не всех можем иногда принять Потому что у нас мало преподавателей Поэтому мы ждем молодых специалистов И будем рады их видеть в нашей музыкальной школе Мы ждем преподавателей по хоровым дисциплинам По вокалу, по фортепиано, по аккордеону, по гитаре У нас очень детей много идут на гитару Очень полный у нас набор У Евгения Фролова в музыкальной школе учатся сразу трое детей Желаю родителям терпения, детям успехов И учителям тоже больших успехов В первом полугодии первоклашек посвятят в юные музыканты Которые в ноябре на юбилее школы покажут, чему научились Также до нового календарного года горожан ждут концерты всех отделений школы И пусть у них дорога к музыке будет легкой и красивой С 1 сентября вступает в силу технический регламент ЕАЭС О безопасности рыбы и рыбной продукции Которые регламентируют процессы производства, хранения и реализации рыбы Документ впервые устанавливает нормы допустимого содержания влаги в мороженой рыбе Кроме того, производителям запретят добавление в рыбу стимуляторов роста, которые вредны для здоровья Центробанк в сентябре может снять ограничения на возмещение убытков при ДТП Сейчас автовладелец может обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба после аварии Лишь в следующем случае, если участников происшествия было двое Все они застрахованы по ОСАГО И кроме транспортных средств никто в аварии не пострадал Согласно новым условиям, ограничение на число транспортных средств, ставших участниками ДТП, будет отменено 29 августа в администрации состоялась очередная административная комиссия Подробности далее В этот день комиссия рассмотрела 14 протоколов, которые были составлены за нарушение тишины в ночное время В процессе заседания административной комиссии по одному протоколу дело производства было прекращено По семи выписан штраф в размере одной тысячи Злостных нарушителей, это те, кто неоднократно нарушил областное законодательство и не явился на заседание комиссии Было решено наказать штрафом в две тысячи рублей По четырем протоколам с нарушителями побеседовали и вынесли предупреждение Председатель комиссии общественной палаты Смоленской области Владимир Исаев Обратил особое внимание жителей и гостей города Десногорска на соблюдение тишины и спокойствия граждан в ночное время в общественных местах В особенности на территории городской площади Многие жители приходят, жалуются о том, что в выходные дни в субботу и воскресенье на нашей городской площади После 22 часов громкие крики, нарушения тишины и спокойствия, выкоропительных напитков и так далее Мы обратились в наш отдел милиции, нам ответ дали о том, что обратят внимание, но факт не подтверждают Моя просьба лично, обратите, пожалуйста, на эти выходные дни в субботу и воскресенье, особенно после 23 часов Фермерки запускают, так далее, и налоги Уважаемые жители и гости Десногорска в преддверии празднования Дня города просим не совершать административных правонарушений, так как штрафы за это немаленькие 2 сентября в области прошла акция День доброходов Основная цель проекта – приведение в порядок уход и благоустройство воинских захоронений, одиночных и братских памятных мест и знаков, связанных с историей Великой Отечественной войны Проект дает возможность каждому смоленину внести свой вклад в увековечивание памяти погибших В Ярцевском районе дорожные полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля Машина была похищена с территории станции технического обслуживания Сотрудники ГИБДД обратили внимание на побитую иномарку, которая ехала с нарушением траектории движения Требования остановить автомобиль водитель проигнорировал и попытался скрыться После непродолжительной погони его задержали Как оказалось, 30-летний мужчина мало того, что не имел прав на управление автомобилем, так еще и находился в состоянии алкогольного опьянения Полицейскими было установлено, что машина угнана с территории станции технического обслуживания и нуждается в ремонте А работавший там сторож после употребления алкогольных напитков вместе со своим знакомым решили похитить автомобиль По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража» Максимальное наказание, предусмотренное данной частью статьи – лишение свободы на срок до 6 лет В данный момент расследование уголовного дела продолжается О криминальной обстановке у нас в городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 133 сообщения о происшествиях Из недель сообщений о преступлениях Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями Выявлено 101 административное право нарушения, в том числе 87 нарушений правил дорожного движения За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения К ответственности привлечено 1 человек за распитие спиртных напитков А также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах К административной ответственности привлечены 10 человек На соборном дворе Свято-Успенского кафедрального собора Торжественно открыли памятник выдающемуся государственному деятелю, мыслителю, писателю Владимиру Мономаху Чин освящения совершил святейший патриарх московский Евсея Руси Кирилл Прибывший на Смоленщину с двухдневным первосвятительским визитом В торжественной церемонии принял участие губернатор Алексей Островский Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания Субтитры подогнал «Симон»